Леонид Котов радушно принимает гостей. На груди медали, в глазах грусть, отпечаток войны. Во время Великой Отечественной он был ребенком блокадного Ленинграда. В нечеловеческих условиях провел ровно 872 дня. В память врезались лишь голод, холод, страх и тревога. С тех пор мужчина мечтает только об одном – о жизни без войны. А теперь позвольте представителю почты выручить вам материальную помощь в размере тысячи рублей. Когда началась война, Надежде Хрущенской было всего 13. Именно в тот момент и закончилось ее детство. Семья пыталась бежать, но дальше Смоленска пробиться не удалось. Город бомбили. Спустя время юная Надя попала в партизанский отряд. Воевала до самого дня освобождения. После, вспоминает женщина, восстанавливала разрушенный Бобруйск. Помогала расчищать завалы и руины. В 94 больше всего, говорит Болят, душевные раны. Как войну вспомнишь, так только и думаешь о пройне. Не хочется. Сразу слезы наворачиваются. И только тормошишь свою душу. Желаю счастья всем. Особенно молодежи. И защищать свою страну достойно. Выплаты материальной помощи ко Дню Победы – знак благодарности за верность и преданность. Слова поддержки в адрес защитников Отечества звучат по всей стране. Деньги уже получили 75% ветеранов. В 2022-м в списках 12 тысяч человек. Общая сумма – 11 миллионов. По решению президента премии станут ежегодными. Выплачивается ветеранам и участникам в размере 1000 и 1800, узникам и членам семьи погибших в размере 750 рублей. Сегодня в Беларуси проживают 2000 ветеранов и еще 10 тысяч человек, пострадавших от последствий войны. И сколько бы лет ни прошло, все страшные годы будут помнить во все времена. Однако куда важнее чтить тех, кто пожертвовал детством. И тем более собственной жизнью ради Великой Победы. Мария Бересневич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.